Здравствуйте! С вами я, Ксения Лосева, и вы смотрите «Зелезащитник». Наша программа поможет получить правовую консультацию по любому интересующему вас вопросу. Сегодня мы ответим тем, кто уже к нам обратился. Сегодня в выпуске. За все уплачено. Кто может получить льготные лекарства? Несвоевременная услуга. Как накопить горы мусора? Был магазин и сплыл. Кому нести некачественный товар? Как бы ни ругали нашу медицину, для большинства жителей она продолжает оставаться бесплатной. Пусть и с очередями к врачу, и с необходимостью идти за талончиком с утра пораньше. А льготники даже могут получить оплаченные государством лекарства. Где узнать, положены ли мне льготные лекарства? И если они мне положены, то где мне их можно получить? Чтобы получить льготный лекарственный препарат, вам необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту проживания. Либо же в специализированное медицинское учреждение по профильному заболеванию. При обращении в специалиста медицинской организации вам будет выписан, при наличии показаний, льготный лекарственный препарат. При этом необходимо помнить о том, что для получения льготного лекарственного препарата необходимо обладать статусом регионального или федерального льготника. Перечни льготных категорий граждан перечислены в постановлении правительства Российской Федерации номер 890. Получив льготный рецепт, вам необходимо обратиться в аптеку аптечной сети государственных аптек Республики Коми, расположенной в каждом муниципальном образовании Республики. Сложная бытовая техника значительно облегчает жизнь. И выбор разнообразных кухонных приборов сейчас огромный. Только вот подчас эти чудесные изобретения ломаются еще до окончания гарантийного срока. Что в таких случаях делать, спрашивают в нашей группе ВКонтакте. Здравствуйте. В октябре в магазине купил кофемашину. Через 4 месяца перестал работать. Гарантия на кофемашину 5 лет. Пошел в магазин, где покупал кофемашину. А на его месте уже другой. И владелец торговой точки тоже новый. Где прежний не знает, куда можно обратиться с претензией. Согласно статье 18 закон о чтении прав потребителей, в случае, если продавец отсутствует в месте нахождения, либо он ликвидирован в налогом органе, граждане могут обратиться с претензией к изготовителю товара, либо импортеру, если товар произведен не на территории Российской Федерации, а также к уполномоченному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Учитывая, что некачественный товар является технически сложным, это пункт 12 перечень технически сложных товаров, необходимо учитывать, что требования по статье 18, такие как рассоржение договора купли-продажи, либо замена на такой же, либо на аналогичный товар, возможен только либо в течение первых 15 дней с датой покупки, либо в случае обнаружения в товаре существенного недостатка. К сожалению, не всегда коммунальные услуги, которые мы получаем и которые исправно оплачиваем, бывают должного качества. Особенно неприятно, когда вернувшись зимним морозным вечером домой, не можешь согреться или за недостаточно горячих батарей. Если коммунальщики не реагируют на ваше обращение, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию. Жилищный инспектор составит акт и предпишет исполнителю коммунальной услуги восстановить теплоснабжение в квартире, а также произвести вам перерасчет. Мусорная реформа по-прежнему вызывает множество вопросов у жителей республики. И если с двойными квитанциями и с количеством прописанных уже более-менее разобрались, то периодичность вывоза твердых коммунальных отходов подчас не соответствует заявленным требованиям. Так, например, в селе Пашгов в Сыктывдинском районе в ТКО вывозят раз в две недели. Почему? Разбиралась Наталья Риткевич. Вот таким нехитрым способом пашгинские коммунальщики пытаются обуздать груды мусора на контейнерной площадке. Вывозят с какой периодичностью, ребят? Через день. Через день, да? Получается, сегодня позавчера вывезли, сегодня нет, завтра с утра вывезут. Сейчас нормально вывозят, потому что с крышки кидают, они ломаются сами вот эти, которые вывозят. Эта контейнерная площадка одна на все окрестные многоэтажки. Десять баков, часть из них открыта. И в зависимости от погоды наполняется то снегом, то водой. Крышки на контейнеры делают сами коммунальщики, чтобы мусор собаки не растаскивали. Правда, труд их не берегут ни жильцы, ни сотрудники регионального оператора. Одни их не закрывают, другие разбивают. Приходится снова делать новые. Но есть и позитивные сдвиги. Контейнеров и площадок под мусор в последние месяцы в селе прибавилось. С площадки возле многоэтажных домов мусор вывозят, как положено, зимой раз в три дня. А вот в частном секторе лишь дважды в месяц. Мол, там отходов немного и чаще приезжать нет надобности. Между тем, по закону, если региональный оператор не соблюдает периодичность вывоза мусора раз в три дня зимой и ежедневно летом, это нарушение. Тарифы рассчитаны с учетом санитарных норм, а раз они не соблюдаются, то, соответственно, можно сделать перерасчет платы, исходя из фактического количества рейсов в месяц. Для этого нужно заявить о своем несогласии с таким графиком сбора твердых коммунальных отходов. У нас есть в 354-м постановлении порядок, то есть что должен сделать потребитель для того, чтобы первое – получить перерасчет, второе – восстановить свои права. Первое – это нужно заявить исполнителю о том, что мне не нравится, как работа выполняется, как услуга оказывается. Для этого либо письменно, либо устно в диспетчерскую мы сообщение подаем, что в такое-то время, например, мусор по такому-то адресу выводится очень редко – раз в три недели. Меня это не устраивает, я считаю, что эта услуга оказывается некачественной. Исполнитель коммунальной услуги должен сразу либо в течение двух часов пояснить, почему так происходит. Если за два часа выявить и устранить причину неоказания или некачественного оказания услуги исполнителю не удалось, создается комиссия, которая на месте фиксирует нарушения. А за период с момента обращения до фактического устранения проблемы заявителю делается перерасчет. Этот алгоритм касается не только вывоза мусора. Он применим ко всем коммунальным неурядицам, будь то отсутствие горячей воды или холодной батареи зимой. Машин на дорогу в день ото дня становится все больше. Узкие улицы, сугробы, заставленные разнокалиберным авто, обочины – все это способствует созданию аварийных ситуаций. И хоть и скорости в городе небольшие, мелкие ДТП встречаются на каждом шагу. Существенно сэкономить время. Не поделивших проезжую часть владельцев железных коней поможет Европротокол. Слышал, что на мелкие ДТП автоинспекторы не выезжают. Говорят, оформляйте Европротокол. Где его взять и как правильно оформить? Европротокол оформляется с использованием специального бланка, который называется «Извещение о дорожно-транспортном происшествии». Данный бланк вы можете получить в страховой компании при заключении договора об ОСАГО. Если ранее вы уже использовали данный бланк, вы можете получить его в любой ближайшей страховой для вас компании, либо скачать с интернета на сайтах информационно-правовых систем. Данный бланк состоит из основного листа и дополнительного листа, на который копируется вся информация, вносимая на первый лист. Правила оформления Европротокола при дорожно-транспортном происшествии включают в себя следующие требования. Необходимо при заполнении использовать шариковую ручку, так как карандаш либо гелевая ручка могут смазать написанный текст, и текст будет нечитабельным. Необходимо приступать с самого начала и заполнять Европротокол по порядку, печатными буквами, разборчиво, не допуская каких-то исправлений и помарок. Первое – это место дорожно-транспортного происшествия, дата, время, количество раненых лиц. Так как требования Европротокола говорят, что нужно его составлять без каких-то раненых либо погибших, то здесь ставим ноль. Транспортных средств, соответственно, два транспортных средства. Если имеются свидетели дорожно-транспортного происшествия, необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефон. Бланк Европротокола разделен на две части, на две колонки. Транспортное средство А, транспортное средство Б. Вносится сведение о транспортных средствах, о собственнике транспортного средства, водителе, также данные страховой компании и данные страхового полиса. Необходимо указать место удара транспортного средства, которое можно указать крестиком. И, конечно же, написать повреждения, которые вы видите, характер видимых повреждений. Шестнадцатый пункт, он достаточно такой большой и обширный. Здесь каждый участник смотрит, что подходит к нему по факту ДТП. Если, например, ДТП было на перекрестке, он ставит галочку, что данное ДТП происходило на перекрестке. Если поворачивал направо, ставит галочку, совершал маневр направо. Также второй участник для себя отмечает, что характерно для его ситуации. Проставляет все, соответственно, галочки, не пропуская ни одно, и в конце указывает количество отмеченных клеток. Внизу есть блок схемы ДТП. Составляется расположение транспортных средств по отношению к друг другу. Направление улиц можно указать, где какая улица. Также можно указать номера домов. И направление движения транспортных средств стрелочками можно указать. Как только вы это заполнили, восемнадцатый пункт – это подписи водителей. Ставят и водитель А, и водитель Б. После того, как заполнены обе колонки, поставлены подписи, данный бланк можно разъединить на две части. И каждый водитель уже здесь указывает свои обстоятельства ДТП. Как он видел ДТП своими глазами. Что произошло, какие действия они производили. Здесь он кратенько все это расписывает. И второй участник на дополнительном бланке также это все указывает. Далее необходимо перейти к третьему пункту. Под чьим управлением находилось транспортное средство собственника, либо иного лица, допущенного к управлению транспортного средства. В случае, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств, указать. Также это здесь необходимо. И также повреждения иного имущества. Например, там какой-то забор, либо что-то еще. Может ли транспортное средство передвигаться своим ходом? Также обозначаем «да», «нет». И примечание пунктов 14, 15, 16, 17 при их наличии. Далее ставится дата, подпись и расшифровка подписи водителя. После того, как участники дорожного движения заполнили свои обратные стороны европротокола, они обязаны обратиться в страховую компанию в течение пяти дней. Пополнение в семействе – событие радостное. Вот только новому члену семьи со временем требуется больше пространства. И родители задумываются об улучшении жилищных условий. Вот тут-то и пригодится материнский капитал. После смерти родителей нам с сестрой досталась двухкомнатная квартира. Сестра живет в другом городе и предлагает выкупить мне ее долю. Могу ли я это сделать, воспользовавшись материнским капиталом? Любая сделка, которая не противоречит закону и направлена на приобретение жилого помещения, либо доли в этом жилом помещении, рассматривается как улучшение жилищных условий. Поэтому средства материнского капитала можно направить на приобретение доли в жилом помещении. А вы знаете, что в марте, несмотря на многочисленные публикации в сети интернет, никаких изменений и нововведений в правилах дорожного движения не предвидится. И старые штрафы не отменят, и новые не появятся. Вот только цены на бензин снова подскочат. Но нашим автомобилистам к этому не привыкать. И это все на сегодня. Присылайте вопросы и жалобы, а также не забывайте отправлять свои видеообращения. Вся контактная информация сейчас на экранах. Если вы дозвонились на автоответчик, то кроме вопроса оставляйте номер телефона для связи. И помните, только вы сами можете решить свою проблему. Главное – действовать. Ну а мы в свою очередь подскажем как. До встречи!